Всем привет, мои дорогие друзья. Приветствую вас на своем любимом YouTube канале. Уже полная-полная глубокая ночь. Все спят, а я еще не сплю. Не знаю почему. Мне не спится совсем. И поэтому я хочу. Как бы это ни казалось странным, нет, вы не подумайте, с головой у меня все в порядке. Просто хочу себя чем-нибудь занять. И в процессе, может быть, глаза уже начнут закрываться и я лягу спать. Но бывает такое, ребята, бессонница. Я думаю, многие с таким сталкивались. Тем более у нас очень-очень такая непонятная погода в Питере. Но все время скачет от холода к теплу, и организм не понимает, что происходит. Сегодня пользуюсь случаем. Так как сейчас новогодние праздники, и у всех квартирах стоят елки, и у меня они тоже стоят. Я хочу вам показать, какие же у меня есть замечательные украшения на елке. Я вам так их особо-то и не показал. А сейчас, ночью, хочу я с вами ими поделиться. Давайте тогда вместе посмотрим, как они выглядят. Пошли смотреть. Итак, ребята, вот такая у меня нарядная елка. Очень-очень нарядная. Всякие-всякие разные игрушки на ней висят. Но, ребята, в этом году я на елку не вешал гирлянду разноцветную, разноцветными огнями. Я решил повесить вот такую гирлянду, однотонную, теплого света. Она мне очень-очень нравится. Посмотрите, какая она красивая. И как елка нарядно смотрится. Согласитесь со мной. Ведь это необычно и очень-очень празднично. Мои дорогие, напишите в комментариях, какие вы любите гирлянды. Как вы любите украшать елку разноцветными гирляндами или же вот такими однотонными, как у меня. Ребята, какая красота вообще. Ну, давайте я покажу несколько игрушек, которые у меня висят на елке. Вот такая первая игрушка. Наверное, даже можно сказать, что шестиконечная звезда. Более с такими округленными концами. Смотрите. Это игрушка совсем не стеклянная. Она сделана из пластика. Поэтому у неё вот такой звук. Рядом шишечка. Видите? Ну, как будто настоящая. Давайте ещё посмотрим, какие игрушки мне несят. Вот такая же шестиконечная звезда. Тоже из пластика. За этой звездой тоже шишечка. Видите? Так же я повесил на ёлку домик. Смотрите, какой. Ну, а этот домик тоже пластиковый. Он из пластмассы. Слышите? Ещё у меня есть из пластика, ребята, сердечко. Очень-очень красивое и необычное. Вот такое. Так же у меня висит вот такой пластиковый колокольчик. Очень красивый, необычный. Фиолетовый, 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 фиолетовый цвет. А вот там вдалеке, где ветки в глубине, висит серебряный красивый шар. Вот здесь. Ёлка у меня, ребята, искусственная. Поэтому она так шуршит. Видите, как ветки у неё шерстят. Я не знаю, из какого материала это сделано. О, ну, очень-очень такой звук неприятный. Как будто металлическая щётка. Также ёлку я украсил мишурой. И в этом году я не стал заморачиваться с бусами. Ёлку решил украсить вот такой мишурой, разноцветной. Зелёный. Фиолетовый. Синий. И золотистый. Но на этой ёлке, ребята, у меня есть одна стеклянная игрушка. Ещё советская. Сейчас я вам её покажу. Вот она. И это вот такая вот шишечка. Видите, какая она красивая. Даже можно послушать по звуку, что это стекло. Спрячем её обратно. А ещё у меня есть вот такой красивый паровозик, который спрятался за мишурой. Смотрите, какой. Смотрите, какой паровозик. Но паровозик тоже пластиковый. Так что вот так, мои дорогие, украшена у меня ёлка. Это ёлка не в моей комнате. Это ёлка в бабушкиной. Я стараюсь в бабушкиной комнате всегда украшать ёлку намного красочнее, намного ярче. Потому что мы всегда отмечаем Новый год Рождество в этой комнате. И всегда в этой комнате очень много гостей. Поэтому ёлку я решил наряднее сделать здесь. Так что пишите, мои дорогие, в комментариях. Понравились ли вам мои украшения? Понравилось ли, как я украсил ёлку? Ну и значит, у нас сегодня я заканчиваю. Желаю всем спокойной ночи. Отличного настроения. И прекрасных новогодних праздников. Всем до скорой встречи, мои дорогие. Всех ещё раз с Новым годом. И пока-пока.